Здравствуйте! Это новости на НМТ, в студии Махачкорбанов и коротко о главных событиях этого дня. Просто квартира мечты. Мы очень долго ждали. Новоселье с военным размахом. Военнослужащие Каспийской флотилии получили ключи от новых квартир в Махачкале. Под следствием в селе Усиша Кушинского района задержан мужчина, подозреваемый в педофилии. Новогодний рост цен. Подорожало все. От продуктов до одежды и топлива. Какова инфляция на сегодня? Узнаем чуть позже. Новоселье. Большое новоселье. В Махачкале завершили строительство и ввели в эксплуатацию два многоквартирных дома. Более 250 квартир были сданы для военнослужащих Каспийской флотилии. Подробнее в сюжете Алины Багиловой. Торжественное мероприятие, посвященное сдаче в эксплуатацию служебного жилья и вручении документов от квартир, объявляется открыто. Детский сад, своя школа и даже военно-морской госпиталь. И все это для жильцов этих многоэтажек. Более 200 семей уже начали обустраивать свое новое жилье. Доварищ командующий Андреенко пошел в эту пиву. Маляйзов Антон Евгеньевич! Семья Костиных больше двух лет ждала свои квадратные метры. Им больше не нужно скитаться по съемным квартирам. С появлением нового дома решилась и другая проблема. Не придется ждать и очереди в детский сад. Для детей военнослужащих работает новое дошкольное учреждение. Квартира шикарная. После своего жилья в Астрахани у нас своя квартира. И, конечно, на съем, но это было очень тяжело. Переезжать это уже все не свое. А где-то подарок. Хотя она и служебная, но она все-таки своя. 11-летняя Катя Сторожева в восторге от новой квартиры. О своей комнате она мечтала давно. Девочка признается, о просторной игровой площадке во дворе и море рядом мечтать не приходилось. Не знаю, что сказать, потому что квартира, просто квартира мечты. Мы очень долго ждали квартиры. Прям с конца лета. Об этих домах действительно можно сказать. Заезжай и живи. Сантехника, кухня, мебель, бытовая техника. В общем, все для комфортной жизни. Все супер, классно. Я прям очень-очень рада, счастлива. Уже хочется побыстрее заехать. Военные возвели многоквартирные дома всего за год. У обычных строительных организаций ушло бы на застройку несколько лет. Два дома 96-ти квартирных и два дома 168-ми квартирных. Военнослужащие, которые приезжают из других гарнизонов, им достаточно с собой постельное белье и ложки взять и можно заезжать. Данный проект для военнослужащих полностью реализован по инициативе министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. В скором времени в Дагестане появятся еще два таких дома. Алина Багилова, Магомед Магомедов, Мурат Бекпарзов, телеканал ННТ Махачкала. Строительство Духовного Центра имени Пророка Исы «Мир ему» набирает обороты. Грандиозное возведение. Ежедневно посещают люди с разных городов и районов республики. Сегодня объект посетили спортсмены и тренеры смешанных единоборств. Для них провели экскурсию представители Муфтиата Дагестана. Они рассказали о проделанной работе и социальных объектах, которые будут в ней функционировать. По их словам, 80% территории отведено первой зоне. Уже посажено тысячи деревьев. Впечатление, наверное, это невозможно. Это словами описать ощущение, наверное. Вот сейчас я смотрю на это. И меня сравнивается такое сравнение, как будто я посетил мечет Пророка Магомеда, саламу ассалима, длинный. Я первый раз сюда попал. Мое впечатление, конечно, что-таки неожиданное. Я даже не думал, что здесь настолько все будет так строиться. Даже, знаете, сюда, когда стройка здесь идет, даже здесь стройка даже красиво идет. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в педофилии. Находясь возле местной школы в селе Усиша Акушинского района, мужчина посадил в автомобиль 11-летнего мальчика против его воли. Затем отъехал на окраину и совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. Позднее оперативники остановили автомобиль Лада Калина, водитель которого находился в состоянии алкогольного обвинения. Кроме того, задержанный управлял транспортным средством, будучи лишенным водительских прав. А при досмотре авто была обнаружена марихуана. Поехали по дороге, по дороге ехали. Я просто, ну вот так, потрогал ее подать. Он ничего не говорил, посмеялся. А я еще раз потрогал, пошли упал. Он ничего не сказал, мы отъехали к краю села, где заброшенный дом. Ну, заброшенный дом никто не сделал дом. И там остановил машину, посмотрел, никого нету. Пересел к Невееву, посадил на колени. С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Идет следствие. До 20 лет тюрьмы грозит дагестанским подросткам за создание террористической группы. Шесть юношей объединились и в Махачкале создали незаконное вооруженное формирование, определив при этом одного из них его руководителем. По версии следствия, подозреваемые поддерживали идеи запрещенной организации ИГИЛ. Махачкалинские перевозчики считают провокацией слухи о повышении тарифа на проезд до 44 рублей. В ходе совещания все руководители транспортных компаний заявили, что не планировали и не планируют повышать плату за проезд в маршрутном такси. Они призывают горожан верить только официальной информации от администрации города. Распространяемая в социальных сетях информация о грядущем повышении проезда в настоящий момент не имеет под собой никакого основания, от нас не исходит. Процедура повышения цены на проезд предполагает официальное уведомление администрации и других заинтересованных ведомств. Поэтому просим горожан ориентироваться только на официальные источники информации. В настоящий момент я утверждаю, что по маршрутам в черте города у нас проезд 23 рубля. И в настоящий момент вопрос повышения цены не обсуждается. В Дагестане вновь повысились цены на некоторые виды продуктов. Так существенно подорожали огурцы, поднявшись в цене на 25%. Такие данные приводит Дагстат. Выросли в цене куры, колбасы, незначительно подорожало масло подсолнечное и рис. Покупатели заплатят больше и за говядину, баранину и картофель. Между тем, по данным Федеральной службы госстатистики, жители Дагестана в среднем получают самую низкую зарплату по стране. Растут цены на товары. Продовольственные и непродовольственные. В декабре в Дагестане процент инфляции стал самым высоким на Северном Кавказе. Это более 7%. Тогда как в целом по стране было 4,9%. Какие товары поднялись в цене, узнавал Хамзанур Магомедов. Все подскочило. Все. И яйцо, и масло, и крупы. Что людям делать? Кошельки дагестанцев худеют с каждым днем. Самая низкая зарплата по стране не позволяет нашим гражданам покрыть расходы даже на продукты питания. По словам горожан, лоток яиц, например, в цене вырос на 20%. Масло, мука, рис, сельхозпродукты тоже взяли курс на повышение. Зарплаты маленькие, а цены, сам знаешь. ЖКХ платим за свет, за газ, за все. Что остается на лекарства взрослым людям. Цены выросли как на продукты питания, так и на непродовольственные товары, строительные материалы, топливо. Представители автозаправочных станций объясняют это тем, что снизился спрос на топливо и его производство. А слабо рубль и горючее стало выгоднее продавать за границу. Это происходит за счет повышения цен на нефть, которые уже в начале 2021 года выросли почти на 10% до 56 долларов за баррель. На фоне предпосылок дальнейшего роста цен на нефть к 65 долларов за баррель и отсутствия к текущему моменту укрепления рубля. Несмотря на это, руководство «ЗАИС Оригинал» сохранило прошлогодние цены на бензин. Это на 10% ниже сравнительно других автозаправочных станций. По прогнозу Банка России, снижение инфляции в стране стоит ждать в марте. Каким образом регулируют цены на продовольствие в Дагестане и что вообще делается для их сдерживания, в профильном министерстве нам не сообщили. Несмотря на то, что прожиточный минимум в стране с этого года увеличен, сумма вряд ли покроет ежедневные траты граждан. Остается надеяться только на местных производителей и на их желание сдерживать цены, чтобы не обанкротить население. Лаборатория безопасности продолжает курсировать по школам Дагестана с учебной программой. Ее преподаватели вместе с инспекторами по пропаганде ГИБДД республики побывали накануне в Дербенте. Школьники вспомнили правила поведения на дорогах, научились правильно и безопасно вести себя в общественном транспорте, поняли важность концентрации внимания при переходе к проезжей части улицы. А наглядные макеты помогли им быстрее усвоить материал. Телефон мы отключаем, правильно же? Все, перешли дорогу на зеленый сигнал светофора, потом разговариваем с мамой, правильно? Напомним, федеральный проект лаборатории безопасности, в основе работы которого используются модульные системы обучения правилам дорожного движения, реализован в детской юношеской автошколе Миноборнауки Дагестана. Итоги конкурса «Дагестан – мой край родной» подвели в Миннации Республики. Участие в конкурсе, посвященном празднованию столетия со дня образования до СССР, принимали все желающие, проживающие в регионах России и за пределами республики. Жюри рассмотрело 18 работ на 8 национальных языках. В чтении на аварском языке победителями стали Загират Амарова и Абдулла Амаров из Санкт-Петербурга. Главный приз за стихотворение на Ногайском получила Алина Ильясова, а за чтение на Лизгинском – первенство у Гамии Абдулаевой со Ставропольского края. Победители и участники получат ценные призы, книги и дипломы. Титулованные спортсмены провели встречи с учениками среднеобразовательной школы номер 49. Чемпион лиги «Брейв» Ильдар Ильдаров и двукратный чемпион мира по боевому самбо Султан Алиев поделились с учениками своим опытом, рассказали, как достигали больших высот, а также говорили о пользе физической культуры и здорового образа жизни. Директор школы Абдул-Керим Айгунов отметил важность воспитательной работы с детьми. Для того, чтобы они выросли отзывчивыми и добрыми людьми. И это было все, о чем мы хотели вам рассказать. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Всего доброго.